Добрый день, уважаемые коллеги! Добро пожаловать на традиционную пресс-конференцию по итогам заседания правительства. У нас сегодня в гостях министр здравоохранения Республики Казахстан Ильжан Амантайвич Бертанов. Сейчас, уважаемые коллеги, в порядке учите. Можете подходить к микрофону, задавать интересующие вас вопросы. Представьтесь, пожалуйста. Привет, Покембай, Казахстан, ултарнасы. Сынг баянда манжет бастанаяхтың дапшықтық министр мұрза. Соз жердежі бір назар аударат мәселе. Гугл компаниясы тымаудың эпидемиясын ғонгы бұрын анықтайтын құрал ойлап тапқан айттыңыз. Ол құрал қашан біздің Қазахстанда еңгізлет. Алғи ауырып, адамдар әптен ауырға шалдыққанынген қолымызды кешістерме бұртамызғой. Алдын алу мәселесі. Қашан бізде жүзегі асады. Рахмет. Рахмет сұрағыңызға. Қазіргінде, дүниежізде түрлі-түрлі жаңа технологиялары еңгізді батыр. Осы қолдан жасалған интелект салада. Мысалы жаңызға айтып көткен. Гугл компанияда бірнеше коммерциялық жүйеге еңгізген технологиялар. Бұл технологияры түрлі-түрлі интернеттегі ақпаратты анализ зерттеп жасап. Жалпы мамандарға осыңыз ретінде кейбір шешімдері. Мысалы, көп адам Гуглға күріп тұмаудан қандай симптоматикалар бар, қандай еміздесе. Бұл осы ақпаратты зерттеп, осы технология бізге айтады. Мысалы, кәзіргі күнде біздің ойымыша, келесі күндерде осындай ауырудың бастау олады. Жаңа басқа технологияларда бар. Мысалы, алкология салада. Өткен айда Гугл компания дүниежізге жаңа технология еңгізді. Бұл, мысалы, өздеріңізге мәлім, біздің онкологияда ең күрдәлі диагноз қой әтін технология ол морфологияды еміз, биопсия. Сол цифрылдаған жаңағы сниміктарды машина аналижы сап, осындай диагноз қойып беруге, бізге дәргерілуге көмектесі батыр. Осы технология, өздеріңізге өздеріңізге өздеріңізде өздеріңізге өздеріңізге жаңағында ұл біздің өздеріңізге жаңа қойып беріңізге бастаймыз. Он отнесет в хронических заболеваниях. Мы направляем на диагностику и лечение болезней. И в первую очередь это хронические болезни, то есть те болезни, которые относятся по всем международным критериям к предупреждаемым. Поэтому многие страны уже давно перешли на модели общественного здравоохранения. Это службы, которые непосредственно разрабатывают технологии профилактики болезни, а также стимулируют в целом развитие этой сферы, в том числе через развитие здорового образа жизни, обеспечение населения правдоподобной доступной информацией, а также стимулированием частных инвестиций. В этой связи мы планируем по этим же направлениям двигаться. Как уже сказано, эти функции в принципе рекомендуется Всемирной организации здравоохранения. Десять базовых функций, которые в каждом обществе должны быть. Целью укрепления здоровья это первая информационно-разведительная работа. То есть люди должны знать о том, что вредно и что полезно. Второе это мониторинг и реагирование на потенциальные угрозы, которые могут возникнуть в обществе и принести вред. Третье это в целом мероприятие по защите здоровья. То есть это в первую очередь защита от небезопасных пищевых продуктов, воды, факторов окружающей среды. В этой связи мы в большей степени оценку всегда делали на мониторинг и контроле инфекционных болезней. Сейчас же будут также дополнительно функции расширены с точки зрения мониторинга и влияния на хронические болезни. Например, такие как избыточная масса тела, сердечно-сосудистые заболевания и так далее. Сегодня эти болезни представляют собой характер эпидемии. Поэтому нужно системные меры в этой связи проводить. И, как уже сказано, одним из направлений является социальная мобилизация, то есть вовлечение населения в профилактику и укрепление здоровья через различные акции, занятия спортом и так далее. И вообще приверженность здоровому образу жизни. Спасибо. Пожалуйста, представьтесь. Следующий вопрос. Добрый день. Дамира Смаилова, телеканал КТК. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос. В селе Бозагыр Акмульской области произошло массовое отравление сельчан. Почти 150 человек обратились за помощью к медикам и четверых детей даже пришлось госпитализировать. При этом жители местные до сих пор говорят, что не знают, в чем причина. По предварительным данным, это вода. Однако саму воду начали очистить только два дня назад. А сами отравления произошли почти 12 дней назад. Вопрос. Скажите, в курсе ли вы в этой ситуации? И почему вот так долго? То есть людям приходилось дальше пить эту отравленную воду? И как это можно объяснить? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, ситуация нам известная. По факту данной ситуации сразу было начато соответствующее расследование санитарно-эпидемиологическое. Понятно, что не так быстро это можно сразу установить источники. В целом мы считаем, что как раз таки причиной стало попадание талых вод в те источники, которые люди потребляют, в колодцы. Здесь как раз наглядный пример того, что нам необходимо системные меры принимать с точки зрения обеспечения безопасной питьевой водой. То есть потому что эти ситуации с наводнениями и в принципе с талой водой, они с года в год повторяются. Но, к сожалению, поскольку нет системных мер и индикаторов, то мы вынуждены каждый год бороться с последствиями. В этой связи, во-первых, соответственно, расследование будет проведено и, так скажем, необходимые меры по предотвращению будут выделены. Но в целом мы считаем, что вопросы реализации общественного здравоохранения, меры общественного здравоохранения, они должны быть на повестке дня у Акимов всех уровней. И ключевые показатели, они должны быть определены как показатели эффективности местных исполненных органов. То есть мы готовы со своей стороны сотрудничать с точки зрения обеспечения соответствующими стандартами. И, разумеется, мы будем проводить контрольно-надзорные функции с точки зрения безопасности. Но именно исполнение, это должно быть на сегодня задача номер один для местных исполненных органов. А можно уточнить, скажите, получается, после того, как были зафиксированы первые случаи отравления, у министерства нет таких функций? То есть сказать местным органам отключить воду, чтобы люди ее не пили. То есть они 10 дней были вынуждены пить ту же самую воду. У кого нет возможности купить себе другую на этой. И еще один вопрос, скажите, вот вчера буквально местные жители говорили, что в школах начали вакцинировать экстренных детей от гепатита. Якобы в воде была обнаружена палочка. Насколько это правдоподобно? Ну, насчет, так скажем, слухов я сейчас не могу комментировать касательно, так скажем, того, что в некоторых СМИ говорится. То, что касается принятия мер, непосредственно на районном уровне наши службы, территориальные подразделения, комитета охраны общественного здоровья, все необходимые мероприятия всегда проводят. Вопрос в том, что, так сказать, о доступности этой информации и насколько местные, ну, сельские акимы и так далее доводят эту информацию до населения. Просто у нас, так скажем, штатная численность не позволяет нам до каждого жителя дойти. Ну, вы правы, что с точки зрения вот вовлечения средств массовой информации нам нужно усиливать работу в этом плане. Мы учтем это на будущем. Буквально, извините, я просто уточню. Получается, министерство, вот вы предупредили, что нужно вот всех жителей, однако местные власти, да, насколько я поняла, не довели до сведения людей. Вот, еще раз, требуется время, чтобы провести расследование и определить, возможно, это была, допустим, еда, да, возможно, это была вода, возможно, какие-то другие источники. Это время. То есть, проявляется соответствующий санитарный лабораторный контроль. После этого, после того, как, значит, условно, диагноз выставлен, да, эта информация, соответственно, доводится до местных исполненных органов, в том числе и сами наши региональные подразделения, комитет охраны общественного здоровья, выходят и начинают, так сказать, мероприятия по предотвращению распространений. Но факт остается фактом, не всегда нам удается до каждого, там, личного подворья, так сказать, дойти и заблокировать вот эти источники. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Юрий Масанов. Здравствуйте. Вот в своем выступлении вы говорили о 10 оперативных функциях общественного здравоохранения. Какие это функции? И второй вопрос. Как внедрение новой службы повлияет на практики, на работу отечественных медицинских учреждений? Улучшится ли оно? Будут ли внесены какие-то дополнения, изменения в систему обучения медицинских работников в стране? Спасибо. Ну, я хочу напомнить, что мы базируемся, свои действия базируем на реализации государственной программы развития здравоохранения на 2016-2019 год. То есть, эта политика, программа была принята в прошлом году указом главы государства, и мы ее реализуем. Есть две ключевые цели. С одной стороны, мы как страна должны системно заниматься профилактикой болезней. С другой стороны, в случае, когда эти болезни возникают, мы должны предпринять меры по повышению эффективности системы здравоохранения, то есть тогда, когда болезни возникают. Сегодня мы говорим о реализации цели номер один, об мерах по укреплению здоровья. То есть, вы спросили о функциях, мы их разделили на три группы. То есть, это первые две цели, это связаны с аналитикой и сбором доказательств, то есть, какие факторы сегодня являются системными и влияют на здоровье. Это эпидемиологический надзор за различными заболеваниями, то есть, мы должны из года в год мониторить, какие болезни в Казахстане являются, скажем, важными и опасными, как инфекционные, так и неинфекционные. Также, собственно, научные исследования, которые позволяют нам выработать меры. В первую очередь, это так называемые санитарные правила и нормы. В последнее время очень много нареканий со стороны, в первую очередь, бизнеса о том, что санитарные нормы, они не соответствуют, в общем-то, научным требованиям. Насколько там шум или радиоволны или там расположение окон, например, в детских садах, они могут оказывать влияние. То есть, все эти санитарные нормы и правила, они должны разрабатываться на научной основе, соответственно, мы хотим активизировать и эту деятельность. Второе направление, это непосредственно профилактика болезни и укрепление здоровья. Я уже сказал, это информационная работа среди населения, это меры по профилактике болезни, в том числе вакцинация. Это мониторинг и реагировать на чрезвычайные ситуации, которые сейчас мы обсудили, например, в связи с паводками, землетрясениями и так далее. И третье направление, это в целом уже развитие этой службы, это обучение кадров для того, чтобы были профессионалы в этой сфере, а также стабильное финансирование и стратегическое управление. В стране существуют программы, бакалавриаты и магистратуры в области общественного здравоохранения, подготовка кадров в этом направлении ведется. То есть наша основная цель разработать эффективные меры и как страна, как общество больше денег тратить на эти меры, для того, чтобы меньше денег потом тратить на болезни. Сегодня мы, к сожалению, все больше и больше тратим на обострение хронических болезней и на борьбу уже с критическими состояниями. То есть у нас 80% денег уходит на кардиохирургические операции, операции, связанные с эндопротезированием, с теми ситуациями, когда болезни запущены. И мы должны все вместе об этом, как говорится, озаботиться и совместно работать. Спасибо. Еще один уточняющий вопрос по этой службе. На чем будет строиться управление в данной службе конкретно и что получат казахстанцы от этого? Спасибо. Данная служба, она строится на двух ранее существовавших службах. Это санитарно-эпидемиологическая служба, которая в стране всегда существовала. Она в основе службы общественного здоровья. И служба комитета контроля качества медицинских услуг, если помните, такая служба. Соответственно, объединив эти службы, мы создали комитет охраны общественного здоровья. Имеется его центральный орган, это на уровне министерства здравоохранения. И в каждом регионе и в каждом районе у нас есть территориальные подразделения комитета охраны общественного здоровья. Функции я уже перечислил, в том числе борьба с распространением инфекционных и теперь еще неинфекционных болезней будет осуществляться этим органом. В первую очередь, я думаю, что мы должны определить и начать внедрение технологий, которые направлены на укрепление здоровья. То есть, в конечном итоге, индикатор, который мы показали, это снижение заболеваемости общей, снижение заболеваемости по ключевым хроническим болезням и повышение общей продолжительности жизни. Это наш индикатор. Спасибо. Последний вопрос, пожалуйста. Представьтесь. Добрый день. Телеканал Астана. Надежда Поленко. Скажите, пожалуйста, вот к нам в редакцию поступают жалобы от некоторых пенсионеров, в частности, североказахстанской области Павлодара, о том, что до сих пор в аптеках они не могут получить бесплатные лекарства. С чем это связано и когда проблемы все-таки будут решаться? И второй вопрос по увеличению стоимости лекарств в стране. Известно, по некоторым позициям увеличились до 20%. Как министерство собирается регулировать цену на лекарства? По первому вопросу, сегодня мы порядка 90 миллиардов тенге направляем на закуп и предоставление бесплатных лекарств на амбулаторном уровне, то есть по рецептам врачей. Из этой суммы, там основная масса 50 миллиардов, мы закупаем через единого дистрибьютора. И данные закупки уже давно проведены, и поставка этих препаратов во все регионы у нас идет. Мониторинг показывает, что практически свыше 100% от сегодняшней потребности уже поставлено, то есть с запасом. Вторая часть, значит, около 40 миллиардов, это закуп местных исполненных органов. И здесь, к сожалению, мы видим по ряду регионов задержку с проведением тендеров на услуги аптек. То есть аптеки участвуют в конкурсе, получают право бесплатной выдачи, и им за это государство платит соответствующие деньги. К сожалению, эта ситуация из года в год повторяется, поэтому мы сегодня уже разработали меры. Завтра у нас будет заседание общественного совета при министерстве, где мы будем рассматривать новую модель амбулаторного лекарственного обеспечения для того, чтобы системно решить эти вопросы. В соответствии с этой новой концепцией, теперь уже единый дистрибьютор будет полностью по всей стране отвечать за своевременную доставку и выдачу, и учет этих препаратов, для того, чтобы у нас этих срывов не было. Соответственно, завтра мы эту модель представим на обсуждение общественности, и для ее реализации будет еще необходимая дискуссия с бизнесом и так далее. Этот вопрос, естественно, связан со вторым, это ценовое регулирование. На сегодняшний день концепция законопроекта по ценовому регулированию лекарств в розничной сети разработана. Начиная с завтрашнего дня мы начинаем ее обсуждение. Сперва на общественном совете министерства, далее на базе национальной палаты предпринимателей, в средствах массовой информации. Это законопроект, соответственно, он должен пройти все циклы обсуждения в обществе, и планируется его направление в парламент осенью этого года. И мы надеемся до конца года его принятия, с 1 января 2018 года, зафиксировать предельные цены на все лекарства в розничной торговле. Спасибо. Илья Анатач, я благодарю вас за то, что вы нашли время поучаствовать и ответить на вопросы журналистов. Уважаемые коллеги, на это время наша работа подошла к концу. Мы завершаем нашу работу. До скорых встреч. Спасибо.